Если подействовать в каком-то направлении на кольцо, оно отклонится. И четыре датчика уловят это отклонение. Федор рассказывает и показывает макет устройства, распечатанные на 3D-принтере, который алтайские гидрологи давно ждут. Собственно, ученые Алтайского института водных и экологических проблем вышли на студентов и преподавателей политеха с просьбой изготовить российский недорогой измеритель низкой скорости воды до 1 мм в секунду. С помощью первого варианта такого прибора мы, проводя измерения на озере Манжероб, смогли обнаружить мощные подземные источники грунтовых вод. Кроме мониторинга экологических изменений водной среды, озер или морей, прибор сможет предупреждать о возможных столкновениях с другими судами или препятствиями, а также способен оптимизировать работу гидроэлектростанций. Он может работать как и в руках, просто погружной корпус, индикационный блок, пользователь держит блок индикации, а погружной корпус, он как бы подвешен на проводе или на тросе. А также может крепиться к каким-то постройкам, которые находятся на воде, а также к судам. Научный руководитель Федора говорит, готовый к эксплуатации прибор может заинтересовать не только ученых. Может быть это будет интересно рыбакам, например, так как подводные камеры есть для определения скоплений рыб, например, может быть для определения течений, то есть нерис проходит или еще что-то. Зарубежные аналоги, к примеру, японские «Инфинити» сейчас стоят полтора миллиона долларов. На разработку нашего планируют потратить 500 тысяч рублей. Именно столько выделил Федоров фонд содействия инновациям «Умник». Проект барнаульского студента вошел в число победителей программы фонда. Чтобы довести прибор до совершенства, понадобится еще минимум год, говорит разработчик. В Институте водных и экологических проблем готовы ждать и пару лет, ведь необходимость в таком устройстве велика.